В скором времени стартует экзаменационная сессия более чем у 4,5 миллионов студентов по всей России. И для кого не секрет, что это самое стрессовое время в жизни практически каждого учащегося. Как готовиться к сессии, как ее пережить и свои лайфхаки по снятию стресса расскажут сами учащиеся Казанского федерального университета. Я просто читаю все билеты, начинать нужно с конца, потому что первые билеты очень редко когда попадаются. Я помню свою первую сессию, я училась в колледже, и после первой сессии у меня появился седой волос. А сейчас как-то проще к этому отношусь, потому что экзамены в любом случае можно пересдать, а какие-то определенные моменты в твоей жизни, я считаю, что они не стоят таких переживаний. Главное выспаться нормально. На первом курсе надо все попробовать и в последний момент 10 задач по матону решить и так далее. Ну, в принципе, если долго схватил, можно не переживать, потом закрыться спокойно, ходить. Готовлюсь к левому лайфхаку делать каждый день по чуть-чуть что-нибудь. Вот, например, с группой обычно делим вопросы, я создаю Google Doc, и каждый туда пишет свой вопрос. Ну, относительно сессия не тяжелая вообще на первом курсе. Протекать все стабильно, спокойно, из-за того, что мне слишком много информации нужно заучивать. Мне нужно гиперфиксироваться на этом всем, как-то проще все воспринимать. Ну, завалил, да пересдать можно, ничего страшного. Я запоминаю все по ассоциациям, а со стрессом, ну, только если кто-нибудь сон, не знаю, может быть, успокоительный, но это в крайнем случае. Я готовлюсь к сессии во время самой сессии, и у меня нет цели написать на 5, поэтому я особо не переживаю. Моя главная цель – это не улететь на допку. Стоит принять тот факт, что стресс – это естественное состояние человека и нормальная реакция на происходящее вокруг. Будь то крупный проект, курсовая работа или подготовка к экзамену, перед вами будет стоять выбор – опустить руки или самостоятельно что-то предпринять. Татьяна Еремина, Резида Каримова, Николай Суховский, Универ Новости.